Мы услышали, что здесь тоже играет роль о том, кто это будет и кто это вообще способен делать. Когда речь зашла за эти плюсы и минусы, то здесь у нас появились некие противоречия, что на самом деле это не так было и не совсем так, или может быть всяк. А как было на самом деле? Кто это может сказать? Мы молодые люди, мы не жили в то время, мы не знаем, мы это не прочувствовали. Например, наши деды, они это, может быть, прочувствовали и знают, как это на самом деле было. Что было? Как, например, процесс. Алексей, например, сказал, что те процессы, которые сегодня в Европе проходят, Россия, Российское государство прошло 500 лет назад. Вот именно, и такой ответ был. И здесь тоже нужно понимать, что... Мне кажется, вообще несравнимо на самом деле. Сравнивать Россию и Европу... Здесь вопрос, что мы сравниваем, технологическое развитие или интеграция общества? Культурный обмен. Какие сегодня базы для интеграции общества и народа в Европе? Общая идея консолидирующая, существует она сегодня или нет? Давайте я вам расскажу одно. В общем, у меня сегодня знакома. Семья здесь, в Бельгии. И у них сын учится... Они очень международная семья, там все перемешанные. И ирландцы, и ирландцы, и французы, и поляки, и все там перемешано. И их сын ходит в школу тоже международную. Они себя воспринимают как поляки. И у них там в школе учится очень много национальностей. Больше ста, более двухсот. И вот они, у них когда бывают какие-то праздники, да? Например, христианские какие-то праздники, католические. Они их как бы рассказывают про них, учат других детей про это. Про мусульман, то же самое, про мусульман рассказывают. Какие-то национальные праздники. Вот у испанцев такой национальный праздник, у немцев такой. Вот они как изучают. И получается, они знают всех и учатся жить в толерантности. Вот именно я когда слышала про эту школу, вообще такой восторг. Это как раз именно то, как должно быть, чтобы дети с детства они изучали и оставались, как бы, в свое идентичное составляли, но тоже понимали всех остальных. То есть, на ваш взгляд, Светлана, единственная концертирующая идея – это толерантность и все. Можно я вот как... Подожди. Толерантность и культурный диалог, как бы, да. То есть, я делал для фестиваля по программе «Толерантность» как раз в Санкт-Петербурге. В общем-то, пособие по социальному проектированию в сфере толерантности. И в процессе работы и над пособием, и с теми, кто, собственно, по этой программе работал, в общем-то, пришли к тому, что слово «толерантность», оно неопределенное. То есть, вот если спросить... А я не употреблялась в том, что «толерантность», что я сказал «толерантность»? А что это такое? Я вообще говорила, что «толерантность», давайте сравним. Почему я должна говорить? Я же не об этом говорила, я вообще говорю про эти вещи. Я не говорю про слово «толерантность». Нет, просто, наверное, просто так поняли, что ты говоришь, что надо оставлять свою идентичность, ну и получать знания о других культурах. И чтобы просто знать, что еще существует. То есть, и относиться к ним, соответственно, быть толерантным к этому, к многообразию, к многообразию, которое существует. То есть, это в какой-то мере толерантность к другим. Учишься, как бы учишься, и принимаешь их, понимаешь, учишь их понимать. Ну, Европа так и живет, они бы не существовали. Например, Великобритания, это вообще уникальная страна. Например, Лондон, когда ты туда приезжаешь, там все живут в мире. Там очень много национальностей, и это уникальный пример, как они живут. Ребят, скажите, а вот если мы понимаем, что в каждой культуре есть плюсы и минусы, мы должны толерантно относиться и к плюсам, и к минусам? Что такое плюсы и минусы в культуре? Или мы должны толерантно относиться к плюсам, а минусы терпеть? Или мы должны минусы не терпеть и о них говорить? Или мы должны друг друга учить, как бы, что вот у вас есть такой-то минус, может быть, давайте как-то исправить? Вот я этого не понимаю. Окей, окей, смотри. Ну а вот, хорошо. Я думаю, что минус для нас, да, это может быть плюс для других. Это есть. Но вопрос, как вы объяснили, по-моему, это самый лучший вариант. То есть дети живут вместе, они видят и плюсы, и минусы. И они просто знают, что есть минусы. И достаточно знать, что они есть. Их просто вычеркнуть нельзя. То есть это значит сделать так, чтобы другой народ просто изменить какое-то обычное, может быть. Если мы возьмем, например, ценности гуманизма, гуманизм может быть это одно объединяющее всех культур. И эти ценности гуманизма, которые уже давным-давно были озвучены во Франции вначале, они сейчас, может быть, как раз теряются. И поэтому возникает целый ряд проблем, с которыми вы их определили. Их очень много, есть другие проблемы. Но гуманизм, это может быть для меня. Утопия может быть один аргумент или один элемент, который может ответить на вопрос объединения разных культур. У меня вот такой вот вопрос. Смотрите, вот допустим, есть некая культура, которая с детства выращивается так, что она будет не только доминировать над другой культурой, которая побольше, но и порабощать ее. И тут, мне кажется, ответ очевиден, что нужно как-то вот это тоже решать. Ну почему? Почему как раз вот это происходит? Почему ты стали рабами людей? Ну, например, потому что сама суть их культуры, она вот как-то вот так выглядит. Ну это кому-то полезно. Это не только сейчас культура, это кому-то полезно. Да. Ну вот, например, скажем, маленькая группа людей, им их устраивает эта культура, а другой, большинство, их не устраивает. Так, например, можно же, например, сесть за стол и пересмотреть эти стандарты и сказать, мы хотим вместе с вами существовать народных правах. Почему тогда большинство должно доминировать над большинством, как экономически, политически, так и культурно? А если мы посмотрим на конфликты в разных регионах мира, мы увидим, что это повторяется снова и снова. Но есть некая кучка элиты, и она защищает свои интересы, а для простого народа им нет интересов. Ну это в отсутствии по национальной демократии, может быть. Мы сейчас перешли от культуры к элите народа. Перешли вообще. Я просто говорю, что культура бывает в разных местах разная. Возможно, я еще одно и скажу про культуру. Как бы с религиозной точки зрения, мы все здесь, в этом мире, как бы большинство народов, вообще, кто живет на планете, у них практически у всех очень похожие ценности. И что такое хорошо, что такое плохо, очень похоже. Поэтому я немножко не понимаю, что такое культурный минус и культурный плюс. Плюсы одной культуры, или минусы, или плюсы другой культуры. Что это значит вообще? То, что я назвал? Нет, значит, мы возвращаемся к первопоставленному вопросу. Есть ли какие-нибудь объективные критерии, которыми мы можем померить вот это вот объективное? Хорошо, и это объективное плохо. Ответ был? Пока мы еще ответа не нашли, наверное. Поэтому мы определиться с этим вопросом пока еще не можем. Как же померить минусы? Как критерий, объективное, лучше для всех, я считаю, что это вот только что огласил, это когда меньшинство перестает манипулировать большинством людей через разного рода инструменты, как СМИ, так и банковские какие-то манипуляции, ростовщический процент и так далее. То есть и культуру дает. Поэтому тут важно отметить такую деталь. Вот, например, возьмем Брюссель. Я, гражданин Бельгии, я рад тому, что я живу в Брюсселе. Почему? А некоторые недовольны и уезжают отсюда. А я считаю, что наоборот Брюссель, он предоставляет такую возможность, чтобы на таком коротком расстоянии познать людей с разных культур, сходить в разные, я не знаю, там, например, рестораны, пообщаться с людьми с разных культур. И из каждой культуры, это как вот взять, например, алмаз. Каждая культура – это алмаз, бриллиант. И оттуда можно взять что-то интересное и создать что-то уникальное такое. Ну, а некоторые, наоборот, стараются полиализировать вот этот негативный аспект. Это тоже касается и культуры. Поэтому я считаю, что нужно смотреть на это более позитивно и искать именно вот точки соприкосновения. Я не говорю, что мы сейчас можем однозначно сказать, вот что я сейчас скажу, какая культура, только она будет хорошо для граждан Брюсселя. Это очень сложно. Поэтому я считаю, что представители культурных каких-то организаций, министерства культуры, они должны вести действительно открытый диалог и, может быть, даже стремиться к прямой демократии, для того, чтобы от общества шли какие-то инициативы. Вот я в начале своего доклада сказал, что из некоторых исследований было понятно, что политически активная молодежь, она приводит к тому, что общество, оно начинает обогащаться. То можно предположить, что если государство, если государство и так немало инвестирует денег в культуру, в развитие культуры, то в будущем это может выглядеть так, что Бельгия даже будет одним из примеров того, как можно объединить много религий, вернее, не религий, а культур. Поэтому все сходится к тому, что нужно просто вести открытый диалог и искать, что я назвал, точки соприкосновения разных культур и создавать что-то более высокое. Правильно ли я понимаю, что сама теория энергетики, она как бы стоит над культурами, как бы попытка выработать общий ответ человечества, куда оно стремится, какие цели преследуют. К этому, к этой задаче должны все культуры в рамках будут подойти, каждый по своей возможности. Не, ну, что касается культуры, это мы уже просто продолжили наше. Вот тут идет не обсуждение, там, какой-то отдельной культуры, хорошая, плохая, именно выработка вот всей культуры, как мы, да, с одним разным представителем, там, однострам, и выработали общими усилиями именно какой-то ответ именно само уже общество, да, объединило. Критерии, которые я предложил, один из них, да, вот то, что когда большинство, меньшинство перестает доминировать на большинство, да, манипулирует. Вот это один из критериев. Какой еще критерий вы можете предложить? Вот это интересно. А мы это можем потом в резолюцию записать и вывесить на нашем сайте, как результат нашей презентации и обсуждения. Какой критерий вы можете еще предложить? Какой критерий, может быть, они даже зависят от задач, которые ставятся в будущем, именно перед будущим человечеством. И уже, может быть, исходя из этого, какие-то критерии нужно искать, которые помогут эти задачи решать. Значит, сначала нам надо определиться с целями и, в принципе, с концептом вот этого вот будущего. А если мы сейчас попытаемся тогда вот цели, концепцию сопоставить с культурами, которые вот сегодня существуют и которые в ходе глобализации объединяются, более или менее, есть ли какая-то взаимосвязь концепции вот этого будущего и культуры. обусловлена культура концепции или концепция обусловленной культуры. Например, такими вопросами можно тоже поговорить. или это всё стихийное дело. А что, то есть, открытые вопросы. А культура вообще, она статичная или она развивается? Причём, как национальная культура, так и глобальная культура. Видите, глобализация, она, конечно, из себя в первую очередь представляет то, что идёт объединение рабочими силами. То есть, люди путешествуют, работают там в разных странах. Но культурный диалог идёт. И вот мне интересно знать, коллеги, глобальная культура, она статична, как бы она не изменяется. Вот я думаю... Она влияет на региональную культуру, на национальную культуру. Вопросы, критерии к твоему вопросу. Может быть, вот мы как-то в своей среде, там, в России обсуждали, какие возможные критерии будут. Пришла такая идея. Первое, не вреди самому себе, вот, своему организму, да? Второе, не вреди окружающим тебя людям и человечеству в целом. И третье, не вреди природе, биосфере. В принципе, три критерия, да? Так, упрощённо, может быть, в какой-то степени, они могут послужить ориентиром для развития. Вот. А, соответственно, про культуре. Вот я на слайде тогда показывал, да, что всё движется, в принципе, по этому кругу. То есть, мировоззрение, потом мировоззрение формирует идеи, формирует культуру, культура формирует науку, образование. Вот они формируют, соответственно, стереотипы дорастающих поколений, а эти поколения несут опять эти идеи в жизнь. Так это не круг получается, а спираль восходящая? Это если, как бы, спираль, это если это развивается. Ага. А если не развивается, то получается круг такой, как в колесе, да, там бегает. Вот. Или есть такое понятие ещё inferno латинское, ну, по-русски ад. Да, такой адский круг. Замок контейнера. Инфернальный. Вот в качестве ответа на вопрос Ивана, статистическая ли культура, ну, то, что она не статистическая, нам, конечно, понятно, а статичная, да. А вот как, или что влияет на её развитие, этой культуры? Можно привести такой вот наглядный пример. Вот мы услышали в докладе Владимира о урбанизации, например, да, и увидели этот дракон, дракон. Хвост дракона. Хвост дракона, да. Вот мы имеем город, мегаполис, в этом городе живут люди, и со временем эти люди начинают вести криминальный образ жизни. Спасибо. Криминальный образ жизни – это выражение их культуры. То есть получается среда обитания, мегаполис… Разница в культуре. Там вот этот разброс широкий, это когда, ну, идёт нарастание из-за разницы культурной, идёт нарастание преступлений. Вот в анонимной среде это, как бы, ну, разрастается буйным цветом. А когда среда, скажем так, ну, небольшая, там, 30 тысяч человек, 50 тысяч человек, там, 60, не больше вообще вот этих, потому что это уже много для таких, там, небольших поселений, то тут, скажем так, это всё, ну, находится внизу хвоста, то есть не вот в этой расширяющейся, там, в страшной этой воронке. Вот, то есть тогда культурные различия, они, собственно, и людьми разрешаются, потому что люди заинтересованы в том, чтобы разрешить те проблемы, которые возникают из-за разницы в культурах, да, потому что взаимозависимость там же выше, в небольших, там, средях, в мегаполисе-то какая там взаимозависимость? И вот на этой почве вот эти вот разницы в культурах вызывает. То есть, если правильно понимают, тем больше культур в мегаполисе, тем больше криминальности? Может, да, вероятность может возрастать. Тут, как бы, сдерживающим фактором может быть либо законные очень жёсткие наказания за нарушение закона, да, и либо, ну, то есть и проистекающая из этого регламентация каждого действия, потому что вот такое разрастающееся бюрократическое, вот, юридическое сообщество – это, собственно, результат вот этой вот мегаполисной урбанизации. То есть, юристы фактически, ну, там, стали такой некой элитной кастой, да, за счёт того, что в мегаполисах надо всё-всё-всё регламентировать. В России есть такая даже шутка, что в следующей революции в России не хватит юристов. Да. Ну, вот если следовать, там, вот этим трём критериям, ну, скажем так, в любой культуре, скажем так, традиционно могли сложиться такие вещи, которые, там, несут, наносят вред себе, там, или окружающим, или, там, представителям другой культуры, которые… Таких так много оставалось. Ну… Какие-то племена вообще малочисленные, это же не большинство народа какого-то. Есть ещё такая вещь, как косвенный вред, когда, вроде как бы, ты осуществляешь полезные действия для, там, какой-то круга, но происходят некие косвенные… Ну, такой косвенный вред, ну, какие-нибудь из примеров, ну, например, там, питьё алкоголя. Ну, вот если в Советский Союз взять, там, на один рубль вложений пять рублей убытков просто от этого. То есть, получается, что если это войдёт в традицию, да, потребление алкоголя, то, в общем-то, будет наноситься вред. По-многому, как бы, косвенный, потому что, ну, с одной стороны, вроде как косвенный, с другой стороны, всё-таки и прямой. А есть, как бы, вещи такие, там, типа, косметики, которые, там, невидимые, невидимые такие на данный момент. Или вот проблема ГМО, которую, там, Иван затронул. Это можно отследить на нескольких поколениях. То есть, если мы берём мушку-дрозок, которую я приводил в пример, то за десять дней она даёт одно поколение. Мы можем, выбирая из её слояной клетки, проследить за развитием поколения. То человек, ну, как вот, если мы мыслим, то есть, некоторые люди, они не мыслят дальше двух недель. Дальше двух недель вперёд и дальше двух недель назад. Как мы можем отследить какие-то структурные изменения в человеке, его генах, его, как бы, генетике? Если мы не можем отследить десять поколений, это почти двести пятьдесят лет. Да, усложняет мышление для этого. Как можно предвидеть, что с человеком случится через двести пятьдесят лет, если он сейчас будет кушать ГМО? Ну, вот так вот. Словно говоря. Это работа не одного человека, это работа, не знаю, нескольких исследовательских центров на протяжении нескольких десятков лет. Это косвенно-бредно. Ну, так, да, что. Косвенно-бред вроде как удовлетворили, а там пришло, аукнулось. Даже если взять отдельную культуру, то есть нам понятно, что отдельная какая-то культура, она тоже изменяется в ходе вещей. А изменяется она из-за тех факторов, из-за той среды, в которой она обитает. То есть так, как мы построим нашу среду, в которой мы живем, так, как мы ее выстроим, такая культура и будет в итоге. То есть если мы хотим объединять какие-то культуры в каком-то общем, в какой-то общей идее, то нам нужно первым образом задаться с вопросом, как будет выглядеть то будущее, в котором мы будем жить, как оно будет обустроено, и какую культуру в итоге она будет за собой нести, взращивать. И этот вопрос, наверное, нелегкий, объединить эти культуры под какими-то общими гуманными ценностями. Еще и так, чтобы не раскатать их, как асфальтовым катком. Вроде как в мономассу такую. То есть тут еще надо, чтобы и сохранить. И вот тут тоже. То есть поэтому здесь это и является процессом межкультурного диалога, в котором выявляются, как вот мы назвали плюсы, но я не буду говорить минусы, я буду, скажу, выявляются только плюсы всех тех культур, которые интегрируются. И вот на базе этого выстраивается некая общая культура для будущего. Ну вот, Алексей, я как раз об этом спрашивал, каким образом глобальная культура, уже теперь можно называть это так, влияет на каждую национальную культуру? То есть не раскатывает ли она ее катком? А если да, то каким образом? То есть какое влияние она оказывает? Куда она ведет? То есть вот какое будет то общество будущего, мономасса, потому что не знаю, это общая глобальная культура? Мы это увидели вот в слайдах. Три варианта. Да, вот трансгуманизм, проект Венеры, ну вот это одни из таких вариантов. То есть либо опускание в каменный век, либо компьютеризация, ну так скажем так. То есть это та ветка, по которой сейчас идут. Вот это та ветка, те ветки, по которым сейчас идут. И надо переходить к каким-то альтернативам, потому что перспективы, ну скажем так, может быть некоторым покажутся довольно радужными. Но если говорить в целом о человеческом виде, то печальные. Фанаты. Можно еще затронуть средства и методы объединения, да, самокультуры. Можно также в прошлом посмотреть, как объединялись народы Европы в Римской империи, там, при Греках, и как в Великом СССР, да, там, Российской империи. И странить этот опыт. И как этот опыт повторяется ли он сегодня, сейчас так же, что доминирует какая-то определенная культура, а другие подавляются. И судя по опыту, да, прошлых лет, можно это как бы спрогнозировать будущее сегодняшнего дня, если оно повторяется. Поэтому тут как бы выбор и средств, и методов, наверное, тоже очень важно. Ну вот опять же... И базирование определенное, может быть даже базирование на какой-то культуре, или даже взять крупные какие-то культуры, уже будет, мне кажется, неправильно. Даже, может быть, выработка должна быть исходить не из самой культуры, а что там над культурой. Более общее, над религией. Это уже что-то будет новое, именно новое, которое должно быть. А человек, это не новое, это тоже есть. Он тоже есть. Я считаю, что... Существует уже некая структура такая. Пожалуйста. Что человек как элемент любого культуры, независимо от какой бы он культуре находился, он прежде всего должен изучать или знать свою историю, как минимум. И изучать историю предков. Это одно. Второе. Я считаю, как Батарлицей сказал, что универсальные критерии, как культуры должна быть в будущем, то это и есть, на мой взгляд, не вредить самому себе, не вредить ближнему и окружающей среде. Так как эти критерии должны быть везде, в любой культуре. И на этом строится уже потом дальнейшее развитие культуры. Вот теперь давайте попробуем взять вот эти три критерия и права человека, которые как бы являются уже некой объединяющей идеей, как вот огласил. И сравним сопоставимое, то есть это одно и то же, или как вот это является? То есть права человека, да, и вот эти вот три критерия, не вреди себе, не вреди ближнему. А с другой стороны, сама идея как бы права человека тоже имеет много как бы неудовлетворяющих сторон. Например, как было недавно заявлено, доступ к интернету, да, то будет доступ к интернету и является неотъемлемой частью права человека. Можно ли читать, что племя Яномами, что лучше там где-то в белых Амазонке, не имеющие представления даже об интернете, да, что оно как бы не получает доступ к каким правам, или нарушаются ли права, например, этого племени. И как это должно быть восстановлено? Должно быть, я не думаю, где нам, как это племя, не решено. А значит, мы это не будем рассматривать? Нет, давайте рассмотрим. Нет, поэтому я думаю, вот права человека, это более такое некое, которое касается личности человека, да, вот мои права, как человека, защищены. я как эгоцентричное создание такое вот защищен. А как я, например? Нет, это тоже то, что надо уважать. То есть, это наши права, то есть, я и уважаю права других людей, права человека, и другие, как раз, уважают мои права. с там взаимосвязи. Помимо прав еще есть обязанности, про которые обычно те, кто говорят в праве человека, не говорят. Давайте считать, что обязанности сохранить окружающую среду, сберечь окружающую среду. Если права человека есть, ты не должен вредить своему соседу, еще как раз ты строишь в завод крупный, рядом с границей твоего соседя, ну, ты как бы вылечен здоровый. Если ты уважаешь права человека, ну, вот, никаких проблем нет. А тут просто кто-то решил, что эти права, ну, они не совсем для меня, я лучше для них закрывать глаза. Это во всем мире так происходит у всех культур. Кто-то закрывает глаза, потому что другая цель, другие интересы. и вы права человека уже найдете закрывать после глаза. Можно я сейчас скажу такую мысль? Права человека, собственно, должны исходить из определения, что такое человек и за кем эти права человека признают или не признают. Например, приведу такую вещь. В Индии есть так называемая группа достаточно большая людей, то есть это где-то 350 миллионов человек живет в так называемой кости неприкасаемых. И если смотреть на их положение, то оно чудовищно. То есть они рождаются в коробках на бочных дорог и умирают. Оставляют там потомство, которое продолжает жить в этой среде. И об их правах заботы я что-то такое не вижу. То есть получается их за человеком не признают. И тогда одним из таких вопросов становится. А что такое... Я их признаю как человека. Ну вот. А для этого надо определять, что это такое. А они считают, что их права щенляются. И более того, они сами себя могут не считать. Это вопрос. Считают ли они права. В том-то дело, что их мировоззрение таково, что в общем-то они не считают, что это порядок такой, ну можно сказать для них правильный. Но если мы посмотрим что-ли на что-ли даже просто общего таких человеческого что-ли подхода мы увидим, что их мировоззрение наносит бред им самим получается. соответственно ну вот для меня вопрос тогда все это правильно но главный вопрос это хочу ли я соблюдать права человека или нет и если нет то почему что такое человек права кого будут защищать всех людей всех живущих людей на планете земли кроме может быть животных но может быть будут как когда-то права животных официально бы вставило в России есть последствия который умер который должен будет родиться он не считает человеком есть права в каждой стране есть определение когда вот это сколько времени себе человек когда он является и у каждой страны есть свое определение для некоторых которые смотрят на нет сериально смотрят когда можно в России есть пословица все люди донеси человек что у нас начать почему одни называют человеком а других нет был задать пример Маури у нас находит из людей которые еще дети уже лет 12 пытаются забирать с той среды обычных животных бывают когда мы пытаемся приобщить культуре людей у не лучше учить неприятно не считая что это как-то изменить на на подходе к поведению человек является вот это что мы видим человек Или же это всё же животное? И их культура – это всё то, что не передаётся через генетику. То есть условные рефлексы, какие-то привычки, традиции – это всё не передаётся через генетику. То есть невозможно передать. Даже вот этим детям Маугли у них одно из мощнейших достижений – это держать ложку, привычка. Некоторые из них не способны ходить, просто потому что они в какой-то период не освоили хождение. И, соответственно, мы имеем некую генетическую основу, но как представители вида гомосапиенс нас делает не эта генетическая основа, не генетика, а та культура, которая над ней уже доминирует. Потому что ни один человек не может состояться без общества. Но в этой понятии тогда, когда ребенок, который только что родился, он не человек получился? Нет, это… Он потенциальный человек. Взаимосвязь, я понимаю, вот недопонимание, да, если говорим о правах человека, мы говорим, а давайте определимся для человека, это нет, значит, права его, а его не права, да, нет. Здесь взаимосвязь следующая, если у нас такая сложная проблема нахождения какого-то общего, и мы предлагаем, например, права человека, то эти права действуют в отношении какого-то субъекта, который выглядит как человек, который вот уйдёт, и всё. Но это трудно решить проблему, и оно не действует так. И вот почему мы хотим выявить, а что же такое человек, это для того, что если мы выявим, что же такое человек с большой буквы, тогда мы будем способствовать этому развитию, этого человека с большой буквы. И этот человек с большой буквы уже будет сам знать и понимать, что такое вообще права человека, и как я вообще должен относиться к себе, и к окружающему миру, и ко всему. Если мы это не определим, что такое человек с большой буквы, и нам нужны права человека, которые будут защищать. Иван, можно вопрос? Вот ты сказал, что человек, родившийся, он, по идее, обладает правами человека. И несмотря на то, что он не освоил культурный потенциал, о котором сказал Владимир, он всё равно считается человеком. Вот если мы с этой точки рассматриваем, девушка на третьем-шестом месяце беременности, и у неё, и она курит и пьёт, она нарушает права будущего человека? Ну вот, как раз, или нет, что я сказал, в каждой стране в законе есть определение, когда ребёнок становится человеком. Либо когда он рожает, либо уже внутри, и после сколько месяцев он уже человек. Ну это у каждой страны, это связано с собой, с правами на работу и так далее. А как это связано с, собственно, заложенным генетически обусловленным потенциалом человека? Ведь культура, в общем-то, её развитие заложено в потенциал, возможность вообще её создать нам, способность говорить. Это заложено в генетике, у нас мозг, в мозге есть определенные зоны, которые за это отвечают. Но если мы определенный период времени не будем работать над выработкой привычки ходить, привычки говорить, мы не сможем состояться в качестве. То есть вот этот закон никакой не может это загламентировать, потому что есть генетическая основа, мы как вид есть как таковый. И вот в нём прописано определённое потенциал культуры, в этом генетически обусловленном потенциале. И законами это нельзя загламентировать. Как тогда? Ну напишем мы закон, что там, допустим, дети, в некоторых странах такое есть, что там дети, бортный материал можно, не знаю, употреблять в пищу. Но что, ну, как бы, это не будет же правами человека, как таковым. Право человека, оно находится в нас непосредственно как представителях вида. Право стать человеком. Потому что эти маугли – это не люди. они по своему устройству психики не отличаются от волков, которые их воспитают. Да, ну хорошо. Ну, значит, если мы, я, например, соблюдаю права человека, но при этом соглашусь с вами, я могу убивать этого человека, а не попасть в тюрьму. А тут тогда вот мы упираемся в те критерии – вред другим, вред этим. Тут… Или в законодательстве. Кругим людям. А тут вопрос такой сразу стоит, как раз к решению вашей проблемы. Если культура сможет достигнуть такого уровня, что люди будут считать, что нарушение закона – это противоестественное. Не из того, что там будет какое-то доказание, да, а просто исходя из их моральных принципов. То есть можно сформировать такую культуру, что даже то, что будет написано на бумаге, да, вот про закон, то это будет уже для кого-то само собой разумеется. Но как сформировать такую культуру – вот это уже другой вопрос. То есть я просто аналогию приведу с компьютера. Вот представьте, что у вас есть USB, да, и… ну это просто USB, да, это человек. Так, плохое, конечно, сравнение, но все равно можно объяснить. А можно сделать так, что на этом USB будет операционная система. Так? И вы можете иметь два USB. Один может так себе работать, а, вернее, операционная система на другом будет лучше. Здесь то же самое с культура. Все зависит от того, какую операционную систему вы поставите, да, на USB, на этот hard drive, жесткий диск. И если вы поставили такую операционную систему, которая будет соответствовать железу, да, и сможет самостоятельно развиваться, да, то это будет качественно эффективной продукт, нежели такой, ну, какой-то деструктивный, например, операционный шторм. То есть я хочу прийти к тому, что можно делать так, что уровень культуры будет настолько высоким, что люди будут считать, что, там, я не знаю, плюнуть, например, на улице, это будет просто оскорбление своего собственного достоинства. А есть же такие страны, где даже вот кянуть мусор на пол, это просто какого-то, ну, это… Они, скажем, будут считаться. То есть вот вам, пожалуйста, состыковка с реальностью. Я помню, что с реальностью всегда, и это, по-моему, всем понятно, закон – это первый шаг права человека, устав ООН – это первый шаг для того, чтобы общество вот… Оно соблюдает, соблюдает эти правила, и потом эти правила они сами собой исчезают. Я правильно понимаю? Они уже не нужны, это уже исходится на человеку, он уже знает, что так нельзя, да? Единственное, что они само собой исчезают. Их с ними их правила создать. Мы должны способствовать. Все эти цены соблюдают, поэтому они как бы уже не нужны, да? Например, возьмём Брюссель, да. Конкретная проблема. То есть здесь идёт скопище разных культур. Это реальность, тут нечего скрывать. И зачастую происходят конфликты межкультурные. Есть место к этим, согласен. Так, всё-таки же есть такая позиция, что если по сравнению с Фландори, если Брюссель, Брюссель будет инвестировать намного больше денег в культуру, да, и как это делает Фландори, например, где интеграционная политика намного лучше, чем Брюссель, то вот эти конфликты, они будут намного меньше. И здесь мы увидим сразу, что и люди, когда к закону, совсем по-другому относятся. То есть я считаю, что то, что вы говорили про культуру, оно всё равно играет здесь важную роль. Какая же эта культура будет? И законы, это должны быть в идеале. Они должны быть второстепенны. А первостепенно должно быть, собственно, удовлетворение от своих личных поступков. То есть человек должен совершать то, что будет противодействовать ему человеческим принципам. А это, как я уже сказал, как программное обеспечение на человека, это на него записывается, исходя из окружающей среды. Среды информационные. Эту информационную среду формирует кто-то, что-то. Мы с вами тоже сейчас информационную среду. Но это ему, он получает вот это всё из мне и записывает. Зереводат. Но тогда для меня очень опасный момент, когда надо определить, кто записывает, и как, и откуда вот эти информации записываются. Органист? Нет, ну, в этом, в образе, да, это программист. Но кто программист, да? Можно сказать, что вот журналисты, которые были сегодня, они тоже программисты, по-моему, в сути. Да, но тут, если мы... Нет, журналисты – это один программист в сегодняшнем обществе. Мы с вами политические партии, это программисти, и они создают законы, которые являются вот тоже частью этого программирования, процесса программирования. А тут то, что, если я правильно понимаю, вы предлагаете, это вот выйти вот из этих рамков, и чтобы культура сама вот... Как раз это, наоборот, не выйти из этих рамков, а вот расширить вот этот спектр, на который мы смотрим, расширить его настолько, что мы смогли бы... Вот мы говорили про культуру, про культуру. На самом деле, культура, она имеет влияние от средней среды. Это, например, взять тот же самый процесс урбанизации. Процесс урбанизации можно назвать продуктом какой-то идеологии. Капитализм. И можно, если вот так раскручивать кулок, можно прийти к тому, что... А почему бы... При Советском Союзе тоже была урбанизация, это не был капитализм. То есть в мегаполисе тоже строились при Советском Союзе. Для античности, для городополисов вообще. Но это было иное. То есть здесь информационное воздействие, оно имеет намного большее влияние на человека. Нежели просто, когда какое-то место, где будут собираться люди... Вот сейчас, если посмотреть на современный мегаполис, они, например, несопоставимы с некоторыми странами, где, например, там другие идеологии. Там тоже есть концентрация людей, но они не настолько подавлены. Поэтому я считаю, что тут не только капитализм, причина того, что так все вместе собирается. Тогда какая идея может быть, альтернатива к развитию вот этого? Я не говорю, что все люди должны пройти в лес, жить там в одиночке. Нет, я совсем не про это. Ну, можно на первую вопрос ответить? Я сказал, что действительно в Советском Союзе была организация. Но вот развитие индустрии в СССР происходило, в принципе, в 30-е годы. До того, как таковой большой индустрии, по мне. Ну, и как мы знаем, в военные годы, в принципе, она частично была разрушена. И восстановилась полностью, наверное, только к 50-м годам. То есть мы знаем, что примерно с 50-х годов началось развитие индустриализации, да, вот в том виде, в котором я попытался сегодня представить. Именно вот в Советском Союзе. А, соответственно, мы имеем, ну, поколение, например, на 25 лет. Вот за 25 лет человек поступает в жизни, да, то есть начинает работать. Примерно там до 50-60 он работает тоже в 25 лет. То есть с чистотой примерно 25 лет мы имеем смену поколений людей. Вот и получается, что в Советском Союзе, как бы, то есть вот первое поколение в 50-м году вошло, и в 75-м году должно было быть, ну, вошло второе поколение. И уже вот то, что я приводил сегодня на ушки в герозофию, уже как бы некая деградация от индустриализации должна была отразиться на этом поколении второго, которое вошло в 75-м году. Но почему это не было так заметно? Дело в том, что сельские территории в Советском Союзе были очень сильно развиты, были очень сильно развиты, как колхозы, колхозы, артели и прочее, прочее. То есть в города постоянно шла новая кровь. Люди из деревень рождали, урастались и переезжали в города. То есть города приобретали людей из сельских территорий. И если мы это понимаем, то деревни и сельские территории в России погибли при развале Союза. То есть примерно в 90-е годы. Сейчас вот с этого момента можно считать, что прекратилась вот эта новая кровь с села в город, ну вот это вот движение. То есть первое изменение, которое мы примерно увидим, вот исходя из этого, что не стало, во-первых, индустриализация развивается, и не стало поступления новой крови из деревень, мы увидим первое изменение поколения примерно после прожитки между 2015 и 2020 годом. Как генетика будет развиваться? А что будет в этих европейских странах, где была уже развиваться? Ну, хуже генетика изменилась, что ли? Посмотрим сейчас, что мы имеем. У них больше уже. У них больше. И мы видим в Европе, большинство, у нас в Германии, дома в основном максимум четырех этажных. Один-два этажа, и многие живут на... Ну, стараются, наоборот, выехать из города. Есть доказательства, что мухи дирозтрофилы так же реагируют, то есть люди реагируют так же, как и мухи. Наши генетические аппараты 50. Доказательства есть. Во-первых, хромосомный аппарат более чем на треть. У нас совпадает. На людях наиболее? Я еще, я сейчас закончу. А второе, чувствительность хромосомного аппарата человека в десятки раз выше. 50. Да, в 50. В 50 раз выше, чем... Поэтому... Ну, так же можно посмотреть, старые городополисы, да, в Кремной Греции тоже со временем разваливались. В Кремной Греции в свое время разваливались. В Кремной Греции достигло меньшайшего уровня в культуре. По-сому-сому. Это не спасло ее от развалов. А, как ты скажешь, что гимнатика изднается, все развалится. А что вы считаете? Я не говорю только гимнатика. Нет, нельзя так сказать. Это только такой фактор, который влияет действительно. В Кремной Греции все равно, скорее всего, у человека на протяжении всей истории происходили, просто это не фиксировали, потому что не было соответствующего аппарата и так далее. Кроме того, одно поколение могло жить в городе, а ребенок мог, допустим, потом как-то каким-то образом оказаться в деревне. Ведь это... Я не знаю, есть только деревни, но для энергетики... Можно же рассматривать генетические изменения, именно изменения психологии, психологии поведения человека. В этом нужно рассматривать. А не просто там... Снижение заболевания. Это тоже один из них. Психология, вы можете меня сравнить с родителями? Сравните с вашим родителем. Есть один критерий, который полностью очевиден. Это призыв в армию. Вот буквально в этом сезоне, в Эстонии, больше 50% призывников не прошли по здоровью. Если мы проследим примерно 5-10 лет назад, этот процент был выше. И мы уже можем говорить, что забавляет людей ухудшивать. По таким каким-то критериям. Если хотите. Тут опасно, потому что в Беларуси все наоборот, просто потому что правильно, чтобы пройти, люди изменились полностью, и больше людей призывают из-за... Можно... Нормально. Я узнавал правила, они изменяются. Можно ставить 5 копеек? Мне интересно, какие критерии? Предлагайте мне уметь. Можно ставить 5 копеек? 5 копеек можно ставить? Хочу такую вещь сказать. Культура по отношению к детям тоталитарна. Потому что дети в определенном возрасте, с 0 до 3 впитывают ее совершенно не критично. И до определенного возраста они повторяют просто как обезьянки. И в этом смысле только уже в каком-то сознательном возрасте они получают... У них с развитием интеллекта, если культура способствует развитию интеллекта, появляется возможность оценивать то, что они нахватали из культуры. С этим связаны все эти юношеские протесты, все эти протестные движения, субкультуры, которые развиваются. Именно с этим. Потому что они получают возможность критически оценивать. Они начинают оценивать. И многое, что им не нравится. Но сегодня культура такова, что... Ну, скажем так, она может занимать... Ну, вообще культура может занимать по отношению к этому генетическому потенциалу человека три таких позиции. Первая. Она может способствовать тому, чтобы человек развивал свой генетический обусловленный потенциал. И тогда вот те планки, о которых говорит Иван о приеме в армию, какие-то критерии, они будут расти планка, потому что будут развиваться способности, что ли, будут развиваться. Культура может по отношению к этому, к генетическому обусловленному потенциалу заложенному, то есть развитие психики, развитие генетики, может занимать безразличную позицию. Развивай, не развивай, не плевай. И третий вариант может занимать позицию подавлять. И тогда вот эти планки, они, в общем-то, будут занижаться, чтобы на общем фоне смотрелось лучше, чем в прошлом. Потому что если мы возьмем критерии, допустим, сдачи физкультурных нормативов в Советском Союзе, 40-е годы, 30-е годы, они повыше будут, чем сегодняшние. Так повыше ощутиме, повыше. Так что тут, какая главная, что ли, вещь? После периода этой критики существующей культуры во многом необдуманной, потому что никто не учит думать, как критиковать, как конструктивно подойти, как вырабатывать какие-то решения. Культуре мышления никто не учит. А эта культура, значит, такова, что она не учит этому, не позволяет психике развиваться в какую-то сторону. Культура мышления – это не синоним философия? Нет, это не синоним философия. Культура мышления – это, можно сказать так, тот набор методов, которым оперирует психика человека. Философия – это, в общем-то, некая, ну, такая, что ли, камертон, с которым можно сравнивать, да, там, тот или иной, то или иное мировоззрение, тот или иной, что ли, наполнение культуры, да. И потом создавать свой собственный мир. Ну, да, то есть, если, ну, можно сказать так, философия по отношению к обществу, она, в общем-то, не производит ничего, но она является камертоном. Точно так же, как в оркестре, на камертоне нельзя сыграть никакую мелодию. Вот камертон, знаете, да и не, он одну ноту только может. Но это, ну, по этой ноте может настроиться весь оркестр и играть слаженно. То есть, если в оркестре, да, идет разлад, то необходимо найти этот камертон, чтобы, ну, все настроились на одну, в общем, на единый гармоничный, на гармоничный лад. То есть, и тогда, там, разные инструменты, вот я сейчас проверду аналогию, разные культуры смогут друг с другом играть единую мелодию. В общем-то, да, если мы найдем этот камертон, то есть, ту философию, которая может лечь в основу, то есть, те принципы, как раз, которые могут лечь в основу вот этого общего оркестрового действия, да, которое, в общем-то, можно назвать, жизненной планете Земля, да. То есть, вот задача, в общем-то, стоит такая, ну, если бы говорят стратегические, да, то найти такую философию. Те философии, которые сейчас есть, ну, культуры построены на их, на основе какой философии, да, кстати, такой вопрос задам. Построена наша культура. Философия? Философия. Ну, может, как бы, есть какой-то вот... Для начала надо ответить на вопрос. На аврамских религиях, я скажу. На христианственных, да, измененных философских. Нет, ну, судя по всему, у нас повсюду кризис, причем кризис не только экономический, но и технологический, и так далее, и так далее. Вопрос. Философия, которая настраивает наше общество, она работает, если мы имеем кризис? Или она не работает? Философия, по-моему, ну, это мое понимание, играет совсем другую роль. Философия – это объем всех знаний и мышлений старых греков, например, вельних греков, ну, ремиане и так далее. Ну, люди, которые вот заметили, что на солнце светит, вот и придумали какие-то законы, поняли какой-то, что люди между собой общаются так, потому что в языке так сложно. Вот они… С наблюдением. Они наблюдают, потому что это наука, то есть это наблюдение, и потом выявляют какие-то теории. Потом философия, она обогащается, обогащается, потому что мы берем то, что было, и мы это анализируем сегодня. И все время все это обогащается. Но я не думаю, что философия может, в конце концов, быть окончательной. То есть это процесс, который будет длиться, сколько будет длиться человечество. Я в этом спросил, культура статична или она развивается? Как и философия, она развивается. Получается, что… Вопрос в чем? Мы говорим, правильно оно сказано, да, про программистов. Я аналогию привел, вот. То есть есть культура, да, и кто-то ее создал. Вот, культура, вот, как Марк сказал, есть операционная система, условно говоря, назовемая культурой. Но есть и исходные коды. То есть есть программист, который создал исходные коды. Вот и культура, то есть, я бы так сказал, то, что про философию говорится, это не просто все наблюдения, наблюдений очень много. Есть какие-то наиболее важные наблюдения, то есть какие-то законы, можно так сказать, основополагающие. Есть просто наблюдения, их очень много, фактов, много-много разных фактов. Но все факты обобщают какие-то некие законы. Вот, и, наверное, к философии относятся вот эти законы, ладно? Скорее всего. Просто с фактами перевели физика, химия и так далее, но это не философия. Да, ну просто для меня вот окончательная точка вот этой рассудения философии, для меня это, я ещё, извините, не вернусь, правом человека, потому что окончательная философия 17 века, 18 век — это гуманизм, и гуманизм порождает правого человека. И, по-моему, вот это как раз последняя точка, и объёмы вот этой философии, древней философии, они вот сходятся вот к этому, с которыми все могут согласиться, по-моему, во всем мире. То есть принципы гуманизма, которые очень-очень общие, на самом деле, очень общие принципы. — Бенуан, ну вот, допустим, если какая-то культура, вот приводилась, понимаете, каста в Индии, и имеет доступ к образованию, это гуманно, по отношению к нему, что она не имеет доступа. — Гуманизм не понимается как гуманный мир. Гуманизм — это человек, личность, индивидуум, он в центре внимания. И он не в центре внимания, как эгоистическое существо, он в центре внимания, потому что совокупность этих людей, этих индивидуум — это просто общество, это социум уже. Так что, если мы обращаем внимание не на одного человека, и мы скажем, для него всё будет хорошо, и мы сделаем всё, чтобы у него всё получилось, автоматически для всех, которые его окружают, всё будет хорошо, в принципе. Конечно, это не так. Это далеко не так в реальном мире. — Это можно как бы подойти по-другому и сказать, человек — это часть социума, если социуму хорошо, и отдельно будет хорошо. — Можно подойти по-другому. — Ну, в правах общества вначале, а потом уже отдельно рассматривать. — Это как раз часто большая разница между западистами и социумами, что опыт Советского Союза, может быть, или опыт социума. — Как бы человек и общество. — И это часто точка соприкосновения между запад, как называемой западной культурой, потому что есть очень много культурных запада. Европейская и американская культура совсем разные, и британская ещё. — Скорее изнутри. — Но просто я хочу сказать, что это две совсем другие точки зрения, и можно так и подойти, можно по-другому подойти. И я не буду сказать, что есть одно правильное и одно плохое. Нет. Но чаще всего мы воспринимаем социум, когда мы говорим «социум» — это первое существо, это самое главное. Мы помним и Советский Союз, то, что было, и, может быть, от этого есть отталкивание, от этого явления. Я не знаю. — Ну а скажи, вот ты сказал, что в Европе абсолютно есть разные культуры, то есть нет единой культуры европейской. То есть получается, Европейский Союз объединял только финансовую, получается. — Ну, и другие союзи. — Даже Россия может вступить в Европейскую Союзу. — Если не только финансовую. — И Турция тоже. — Ну, Россия тоже. — То есть это очень важный вопрос. Если нет единой культуры европейской. — Есть единая история. То есть уже не говорят о том, что есть единая культура европейская. Есть культура, да. Но есть единая история. И из этой истории рождается какая-то культура. Вот древние греки имели огромное влияние на всю Европу. Кроме север, но на Руси тоже огромное влияние. Философы и эти философские паспорни греков еще до сих пор имеют огромное влияние на историю Европы. То есть, я не помню, какой вопрос был. — Нет, я имею в виду, что почему тогда, если есть единая история, есть единые ценности, есть огромный финансовый союз, почему культура, ну, скажем, не может, или как, или еще недостаточно объединена, нет единой европейской культуры. — Нет, ну, я думаю, главное надо понять, что мы даем, ну, это традиция такая, мы даем право на существование у всех идей. Есть идеи, естественно, против союза, против объединения культуры. И эти идеи, они, когда как раз появляются кризисы, они появляются жестче и более часто, чем когда все хорошо. Если во Франции Марьин Ле Пен набирает столько много популярности, это частично, потому что еще сейчас кризис. И она против этих объединений культур. Она сильно против, это ее личное мнение, почему бы и нет, это не мое мнение, но как раз если вот такие люди говорят по телевизору, что это вина вот этих людей, потому что есть перемещивание культуры, и они объясняют эти проблемы каким-то, ну, из каждого ученого может быть. Ну, часто общество начинает верить в это, и получается вот несоприкосновение культуры и проблемы общения. Вот, по-моему, я так бы объяснил проблемы общения между культурами в Европе. Ну, просто вот, все-таки, если, так или иначе, при определенных обстоятельствах, кризисных явлениях будут, вот эти конфликты культурами будут проявляться, и это может принести эту проблему, просто такое стабильное, устойчивое развитие. То есть, если стремление к объединению культуры, и как вот этот вопрос решается, если стремление есть. Возможно, еще и то, что противоречие культур, которые проявляются более просто при кризисах и так далее, это не является не самой причиной, а просто люди ее берут за причину, потому что они чувствуют, потому что они чувствуют несправедливость, потому что они чувствуют, что некие люди имеют более какой-то статус, а я нет, и права нет неправильные. Поэтому вот на чем мы строим наше будущее общество, то есть как оно должно функционировать, общественное хозяйство, управление и все эти другие отрасли. Нам совместно можно поговорить над этим, как это будущее должно выглядеть, то есть, чтобы способствовать объединению культуры этим. Может, мы сможем обсудить, как мы в будущем можем сотрудничать? Я имею в виду сейчас не на уровне культуры, а на уровне нашей организации, если... Ну, если вопросов больше нет, Алексей Петрович, подальше. Я хотел задать вопрос, что с Вашей точки зрения общего между Россией и Европой то есть, что их объединяет. Многие говорят, что в России, да, есть много людей, которые говорят, что Россия – это никакой европейской цивилизации. Есть люди, которые считают, что Россия – это самостоятельная цивилизация. Может, в любом случае, существует не согласно с тем, что Россия движет в Европе, чем по слову. И вот на Вас говорят, что в России и Европе, что их объединяет? Лично, как видите, я не буду вас не так. То есть, мне очень сложно, это очень-очень сложно находить. Даже для русских, по-моему, как-то есть, не скажем, потому что я скажу «выпустим». Ну ладно, тогда в завершении я хочу сказать пару слов и подвести итоги. Мы видим, что вопросы банальны, которые перед нами стоят. И, в принципе, есть предметы, которые мы совместно в будущем можем проработать. Надо понимать, что мы в том качестве, в котором мы сегодня здесь присутствуем, тоже в этом мире плоды какой-то определенной культуры. Если мы хотим выработать какой-то концепт или какую-то идею консолидирующую, то мы мыслим вот в этой культуре. Нам нужно суметь выйти за рамки, может быть, этой культуры. Сегодня говорят «thinking out of the box». И посмотреть на эти темы, может быть, с другого ракурса. То есть нам необходима для этого некая методология познания вообще нашей окружающей среды и жизни для того, чтобы суметь так мыслить. И помимо знаний большую роль играет личность человека тоже. То есть нравственность, совесть человека самого тоже играют очень большую роль, если мы вот так вот совместно устраиваем такие диалоги. То есть или я хочу защититься, доказать свою правоту личностно вот в таком диалоге. А то другое, если я намерен на самом деле к конструктивному диалогу, хочу узнать правду, хочу выявить нечто новое. То есть совместное нахождение правды, методов решения проблем. Это процесс, который мы предлагаем для будущего в рамках неких проектов, сотрудничества. Совместно решать. И молодежь, мне кажется, это единственный... То есть в молодежи должно рождаться эта воля, вот к этому трудению. И в заключении я, может быть, хочу дать каждому слово, что он вывел, может быть, из себя и как он видит вообще на будущее. Мы занесем это в резолюцию, мы примем ваше мнение и посмотрим, как на будущее мы сможем совместное творчество развивать. Может, человек вкратце? Ну, вкратце, так, просто чтобы это фиксировали, чтобы это было зафиксировано, чтобы мнение не осталось. По концу может войти? Поясница сейчас сажала. Извините. Приятно было. Спасибо большое за что. Время развивало. И одеться еще. Спасибо. Валю в сердце. Давай тогда. Давайте там и группу такую сделаем. Все, кто хочет, факсов сказать. Конфиксируем. Все нет, так нет. Что можно сказать, что исходя из всех четырех рекордов можно заметить вот такую важную деталь, что так или иначе культура, она имеет свой, имеет метефактор, который влияет на ее развитие. И в том числе и строительство, и шумы какие-то городские и так далее и тому подобное. То есть это действительно имеет место мысли. И я так понимаю, что нам нужно сейчас, поскольку мы уже имеемое, и единственное, что мы можем принять решение, исходя из того, что мы имеем, это, предлагаясь какую-то альтернативу конкретных практических действий. То есть в частности поэты университетов. Мы уже не сможем все. Прощаем. Спасибо. 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 Спасибо вам. Спасибо. Спасибо. Я считаю, что нам надо проводить больше таких семинаров, которых мы сможем в разных решениях поставить, выявить, в принципе, людей, что-то нам поможет в будущем. Вы видели сегодня этот пример практически, что в самом деле разные взгляды на одни и те же явления, разное понимание одних и тех же явлений у нас в человечестве существует. Если так будет, то мы как сможем построить общее будущее совместное, которое всех удовлетворяет? Это просто значит, что у нас открываются возможности для самообразования, для того, чтобы найти подходы к поиску выработки общего мнения. То есть, да, здесь это обоюдный процесс информационного обмена. Скажем так, я думаю, на мой взгляд, самое главное, с чем надо подходить к людям, это открытость и доверие. Потому что, слава Богу, прошли те времена вот такого взаимного недоверия. И тех, кто такое взаимное недоверие воспитывают, как-то культивируют, в общем-то, это не способствует тому, чтобы наша цивилизация приходила к какому-то, общему для всех пониманию развития ее. Не говорю о цивилизациях западной, восточной и русской, говорю о цивилизации, которая на планете нашей живет. Так что это повод учиться. Именно и в этой связи предлагают чаще такие семинары, которые в каждом из нас устроили в этом развитии. Я могу только забывать, друзья, что круг вопросов, которые мы сегодня обсуждали, это, наверное, не то, что на одну конференцию, это, ну, да. То есть мы охватили очень много глобально значимых вопросов, вопросов объединения культур и так далее. Вот, естественно, в этом процессе образование играет ключевой выбор. И, может быть, не только образование, но обмен опытом и беседой и так далее. Вот. И единственное, как сделать так, чтобы эта беседа была как можно более эффективной, этот обмен опытом был как можно более эффективен. Какие условия надо создать, какие возможности. Создание возможностей и создание условий – это большое искусство. Вот. Собственно, я вот действительно тоже поддержу ребят. Может быть, в будущем проведение хотя бы таких мероприятий, может быть, в каком-то любом формате – это тоже некие условия и возможности. И обсуждение, а какие будут условия и возможности для протекания беседы, как можно более эффективнее. Спасибо. 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 Спасибо.